ну что друзья значит быть сегодняшнему обзору все у нас должен быть очень интересный видос потому что мы покажем и расскажем о среде тонажники дав lf это очень интересная машина которая не очень распространена в нашей стране ну наверное все подробнее сейчас мы расскажем причем нам повезло мы сегодня будем рассказывать о дафе lf первого поколения дав lf второго поколения причем вот эта машина 40 пятка а вот это 50 пятка то есть сегодня все сложилось идеально плюс солнечная погода и хорошее настроение погнали не знаем получится покататься на одной из этих машин или нет все дело в том что в чебоксарах где мы снимаем видео сейчас начали действие серние ограничения для грузового транспорта что это значит значит у нас здесь стоят весы то есть мы сейчас выезжаем и автоматически попадаем на весы значит весовые ограничения такие что если ты даже плотно позавтракал ты уже можешь собственно попасть на бабки у тебя даже пустая машина пробьет одну из осей и естественно там штрафы довольно таки существенные ну а чтобы например на стандартной фуре месяц можно было ездить по чебоксарским дорогам можно заплатить 170 тысяч рублей тип столько примерно стоит абонемент но в общем это из года в год одна и та же ситуация не будем они заоставить внимание но видео мы по-любому снимаем потому что у нас случилась такая уникальная ситуация я позвонил олегу хозяину вот этой машины я ее нашел на автору просто но постоянно давай чем смотрю и увидел на продаже чебоксарах стоит вот такой дав lf дав lf 55 мощностью двигаться 250 лошадиных сил на колесах 22 с половиной дюйма диаметром в общем ссылочку на автору на объявление на дав lf я оставлю в описании проходите смотрите там собственно но машин на самом деле вот этих в россии не так много как уже говорил достаточно редкая тачка но при этом очень и очень интересная в общем проходите смотрите на эту машину а мы рассказываем это видео в формате чем отличается дав lf первого поколения эта машина 2003 года это уже 2008 год это уже дав lf второго поколения но начнем мы конечно же с истоков немножечко нужно углубиться в истории чтобы чтобы понять как так получилось что появились вот эти модели значит изначально компания дав голландская дав это аббревиатура расшифровывается как завод по производству прицепов дорна дорна эта фамилия основателя компания образована еще 30-х годах прошлого столетия начинали как вы поняли производство какого-то оборудования потом начали делать прицепы и постепенно пришли да да в свое время даже выпускал легковые машины дав выпускал фургончики по типу наших газель ну а потом уже полностью сосредоточили свои силы на производстве грузовиков значит в 90-х в конце 80-х 90-х среди тоннажники были представлены моделями 45 и 55 то есть без всяких вот lfcf и так далее и вот уже в 90-х когда дав после того как начал испытывать очень серьезные финансовые трудности был продан американской компании пока американской компании пока как вы знаете она владеет кенворд и она владеет петербилд американцы хорошенько владеет вложились в голландскую компанию и у нас появилась серия грузовиков самых маленьких это lf light for the значит си f это региональное исполнение тяжелых вверх тяжелых грузовиков дав си f то есть compact for the и флагман которые в огромном количестве катаются по дорогам нашей страны это дав серии xf то есть extra for the то есть это самый самый-самый топ жир и так далее на самом деле дав и в больших имеется ввиду большие дав и xf ки очень и очень полюбились водителям и водителям не только в нашей стране и но и в принципе во всей европе потому что у них изначально были одни из самых больших самых просторных кабин в классе и кстати особо популярны дав и конечно же у себя на родине в голландии так и должно быть как у нас популярен камаз и это правильно так и в голландии популярен дав а еще дав очень популярен в англии потому что там есть завод который собственно дав собирает и что интересно вот эта модель дав lf собирается исключительно только в англии то есть купив такой автомобиль вы будете практически ощущать себя как владелец ландровера но с одной лишайся что машина гораздо проще и гораздо более надежно потому что это коммерческий транспорт который признак все-таки зарабатывать деньги а их не тратит и так значит первое поколение визуально очень тяжело отличить если этого не знаешь от поколения второго значит разницу у них заключается фальш радиаторной решетки здесь вот такой просечкой идут две решетки здесь же как видим у нас появляются горизонтальные планки но менее явные различия это уже по зеркала здесь зеркала так здесь уже менее на здесь стоит китайское зеркало воды судя по всему родной стоит вот родные зеркала выглядит так здесь они немножечко иной формы в принципе по внешним различиям особо больше ничего а но вот смотрите вот самый главный фишка дафа как узнать дав можно закрыть полностью кабину и бампер оставить нижнюю часть и вы по ней сто процентов знаете дав по ржавчине зовет он у всех cf xf lf ржавчина и с ней ничего если вы там не видите ржавчину значит это недавно красилась по-другому не бывает я не знаю искать где что за металл они берут вот именно нижняя часть бампера хотя на самом деле о если мы берем xf у них качество металла кабины гораздо хуже чем качество металла вот этой кабины а все потому что кабина здесь ребята внимание французская вот эту кабину производит рено тракс кабины эти делается во франции и ставятся на три модели среднетоннажников в европе это непосредственно дав кабина может быть вот такая со спальником кабина может быть короткая дневная без спальника такая же кабина точно такая же устанавливается на рено мидлу и такая же кабина устанавливается на среднетоннажники volvo под названием volvo fl то есть сразу три производителя грузовиков используют эту кабину но и это еще не все еще за океаном такая же кабина ставится на грузовики кенвер да да ребята не вы не ослышались действительно на грузовики кенвер ставится реношная кабина вот такая для санта-барбара с использованием кабин движков и так далее почему движку а все потому что двигатель здесь тоже не собственной разработки а традиционно для среднетоннажников да двигатель здесь используется камер значит начнем с этой машины эта машина первого поколения первое поколение начало производиться в 2001 году сюда устанавливалась два двигателя на самые легкие версии полной массой семь с половиной со 7490 килограмм вот тогда правильно будет назвать здесь устанавливался двигатель четырехцилиндровый каменс объемом 3,9 литра двигатели изначально на моделях лф устанавливались топливной системой common rail тогда как скажу так предсечи этих моторов на машинах 55 и 45 от которой до этой модели были устанавливались тоже двигатели каменс но с обычным тнвд и эти двигатели были просто ультра надежные ультра неприхотливые абсолютно никакой электроники но естественно там ну там на тнвд подачи топлива так далее все там датчик давления масла ну и все там больше ничего нет здесь уже моторы пошли с топливной системой common rail до движки стали экономичные движки стали тише но при этом уже блок управления двигателем уже нужен компьютер для того чтобы эту систему диагностировать можно конечно долго кричать что верните старый добрый тнвд но все-таки электроника в на долгой дистанции за счет того что она экономит топлива за то что за счет того что движок более эластичен вы на топливе собственно сэкономите достаточно денег есть конечно не будете заправлять откровенно печнух и потому что от херовой солярки сдохнет любая даже супер надежная топливная система значит здесь уже стоит двигатель на тяжелых версиях стоят моторы объемом 5 и 9 тоже топливная система common rail 6 цилиндров 4 клапана на горшочек двигатель хорошо известен но хорошо известен двигатель который стоит уже на этих машинах здесь в 2007 году произошел рестайлинг и машины начали выпускаться уже отвечающие более строгим экологическим нормам потому что здесь изначально был двигатель отвечающий экологическим евро 3 здесь уже евро 5 машина с мочевиной у нас там и висит бачок здесь здесь как видите машина относительно еще более менее простая здесь уже машина посложнее значит двигатель здесь каменс 6 и 7 точно такой же как устанавливается на самосвалы камаз это двигатель очень хорошо известен нашей стране но к сожалению извести он не с лучшей стороны а все дело в том что этот двигатель устанавливали на самосвалы в камаз но так как объем двигатель достаточно мал была проблема в том что это двигатель очень мало выхаживал появились трещины в головке блока цилиндров от перегрева вываливались седла клапанов но давайте-ка пробежимся сначала по технической части а потом мы уже плавненько перейдем к двигателю поднимем кабин значит за передним колесом чуть-чуть отличаются уже немножко другой блок подготовки воздуха не то не такой как на машине первого поколения дальше у нас идет бачок мочевины два топливных бака задняя ось подвешена на подушках на дафах lf подвеска может быть либо рессорный либо пневматический вот в данном случае у нас идут полу рессоры и подушки но подушки есть всего 2 тогда как на той более тяжелой машине уже идет взрослая подвеска как на тяжелых грузовиках да там уже идет подвеска на четырех подушках и кованых рычагах но в принципе здесь максимально все просто чтобы убить эту машину чтобы убить раму на этой машине нужно я не знаю что нужно делать нужно прям прям не любить и сознательно целенаправленно пытаться все это выломать и выдать ну что ж на кабина поднята и здесь можно собственно посмотреть что по качеству металла кабина более 2008 год но при этом прям откровенно какой-то ржавчины здесь нет вот если на пятьдесят пятки понятно что там 2003 год там уже рыжики по порогу идут что совершенно естественно учитывая возраст машин почти 20 лет то здесь еще прям все живенько бодренько все это выглядит но 2008 год как ни крути но самое главное конечно же для чего мы подняли кабин что показать вам двигатель и те кто хорошо разбирается кто работал на камазах то видел этот мотор это старый добрый каменс 67 хорошо известный и плюшка этого мотора в том что если вы деталируете какие-то запчасти по этому мотору по дафовскому каталогу если вы будете покупать запчасти у оригиналов то вы офигеете сколько все это стоит но если вы начнете подбирать все это в камазовском магазине по такому же мотору вы будете приятно удивлены насколько дешево но относительно конечно же дешево будет обходиться вам эксплуатация этого двигателя ну начнем с того что топливная система common rail топливный насос высокого давления бошевские форсунки бошевские естественно это все ремонтируется ремонтируется относительно недорого плюс у нас уже набившие руку специалисты по ремонту топливных систем знают эти форсунки и прекрасно их ремонтируют это прекрасно все диагностируется болячки этих моторов все известны ну и как вы видите вот с клапанной крышки наверху у нас написано пока хотя на самом деле это же cummins cummins да кстати если посмотреть вот здесь табличку но давцы не особо-то скрывает потому что здесь у нас написано cummins asb 5 то есть эта машина отвечает экологическим нормам уже евро 5 несмотря на то что это двигатель 6 и 7 на том дафе у нас стоит двигатель 5 и 9 на самом деле по сути это просто уже следующие генерации того самого мотора но здесь увеличена уже увеличен диаметр цилиндра до 107 миллиметров и увеличен ход поршня до 124 миллиметров в основном в принципе не в основном а в основе этого мотора лежит cummins asb 5 и 9 ну и дальше значит в данном случае машина сагрегатирована с затывской шестиступенчатой механической коробка передач там у нас стоит восьмиступенчатая коробка передач уже с флажком то есть мы сначала едем на нижнем ряду потом переключаемся на верхний ряд на дафах lf встречались еще я честно говоря не сталкивался и ни разу в живую не видел такую машину но существует с роботизированной коробкой передач zf аэстроне есть еще версии для каких специализированных например для коммунальных машин коробки передач чистые автоматы автоматы элисон есть еще до flf и трехосные тоже специальные модификации ну собственно это у всех производителей можно встретить каких-то непонятных монстров под конкретного заказчика изготовленных это нормальная практика когда машина собирается под клиента не так как вот у нас долгое время значит существовал ты берешь два пакета денег приходишь к дилеру ставишь их на стол и говоришь хочу тягач и тебе забирай нет немножко по-другому должны покупаться грузовики исходя из конкретных потребностей какая кабина нужна какая колесная база какая мощность двигатель какая коробка передач какая главная пара машина будет по горам ползать будет ездить по городу или она будет ездить по прямым ровным дорогам на дальнобое то есть много-много-много-много всяких вот этих параметров из которых складывается уже грузовик поэтому если мы вот смотрим на европейские грузовики с виду они все одинаковые то внутри они могут кардинально друг от друга отличаться также как и left вот это 40 пятка и вот это 50 пятка отличается кардинально друг от друга начиная с того что там стоит совершенно другая балка например на эту балку вот олег жалуются что она очень нежная не очень долго ходят точнее ступицы на этой балке то же самое со шкварнями далее естественно и рама здесь другая и оси здесь другие вообще lf и самые слабенькие самые маленькие версии идут у нас на дисках 17 половиной значит средняя версия у нас идут на дисках 19 половиной вот здесь уже монстр 22 с половиной как уже говорил естественно различаются они и по грузоподъемности и по подвеске и по ходовой мы это двигатель уже снимали уже снимали на двух машинах да по моему то есть можете посмотреть видео с камазом там миша рассказывал по опыту эксплуатации этого мотора они его пару раз перебирали но это камазовской сборки челнинской сборки но опять же это двигатель такой же двигатель вы представляете стоит у него на камазе который тягает 20 тонн молока не 20 чуть поменьше то есть с прицепом там камаз трехосный камаз еще и с прицепом ездит на таком моторе но как вы понимаете что эти моторы в принципе чипуются что их можно разгонять до каких-то безумных величин смысла в этом я и вообще никакого не вижу конечно на грузовике на рабочем потому что увеличивая мощность вы снизите ресурс но и плюс ребята посмотрите 220 лошадиных сил в это в этом случае у нас развивает этот мотор и он у нас до платона вы идет полная масса 12 тонн то есть эта машина в принципе сама по себе везет только 5 тонн для 5 тонн 220 лошадей это вот просто за глаза еще при телегу можно просто цеплять прицеп спокойно ездить вот здесь на самые тяжелые версии вот эта машина она у тебя тоже 19 тонн да в груз документах 18 то есть но у них там было исполнение там самые тяжелые 21 тонна такая машина дав элэв дать они тоннажный такой вот здесь 250 лошадиных сил ну что друзья вот мы и в кабине этого грузовика и здесь очень интересные ситуации дело в том что дав элэв это одна из тех машин из тех немногих машин у которых снаружи кабина кажется намного больше чем она есть на самом деле вот здесь друзья откровенно тесно учитывая что эта машина еще типа со спальником но спальник он такой очень номинальный сейчас дойдем до него рассказывать сейчас сравниваем первое второе поколение значит эта машина второго поколения кстати вот здесь пневмозамок кнопочка на рулевой колонке находится первое по значит интерьеру как можно отличить эти машины вот здесь уже мультифункциональный руль у нас есть кнопочки 4 спицы на предыдущем поколении он по серебристая машинка руль идет двуспицевый без кнопок далее различие у нас идет по приборки прибор кстати мне в дафе очень нравится здесь такое значит на итальянский манер на манер итальянских спортивных машин стрелочка спидометра висит отвесно когда она на нуле находится ну и в принципе комбинация приборов очень симпатичная вот здесь на втором поколении она имеет вот такие такую белую окантовку шкал на предыдущем поколении приборы все черные еще одно отличие вот здесь у нас появился указатель уровня мочевины в бачке от blue значит а на предыдущих машинах здесь был еще один датчик давление в контуре пневмосистемы значит ну в целом это вот наверное и все основные отлично все деньги объявка другая появилась до в остальном все то же самое осталось это все та же самая кабина сверху у нас в данном случае висит тахограф на предыдущем поколении тахограф стоял у левого колена принципе эта машина не сильно изменилась вот эти поколения можно назвать даже не поколениями а скорее просто рестайлингом предыдущих машин здесь все в зоне легкого доступа ровно потому что кабина маленькая вот я сейчас сижу в таком положении если попробовать откинуть спальник спальник не откинуться то есть она на этой машине едешь спальник должен быть в поднятом положении чтобы лечь спать нужно сдвинуть сиденья нужно либо опустить спинки сидений для того чтобы улечь на спальную полку для людей небольшого роста среднего роста с этим недостатком куда бедно можно мириться но допустим мне уже здесь очень некомфортно в плане того что реально не хватает места хотя с другой стороны нужно наверное все таки философски подходить к всему этому и когда вот такой спальник это гораздо лучше чем когда спальника нет вообще в целом если рассматривать по вещевым отсеком вот здесь подпружиненные такие полочки такие ящики находятся под спальником доступ к ним осуществляется только когда вы подняли спальник то есть снаружи доступа к ним нет к сожалению но а в целом если рассматривать машину на ходу опять же много дурдом да мы не можем сейчас протестировать машин только потому что здесь стоят весы не можем на пустой машине мы не можем проехать абсурд вообще просто праздник абсурда ну ладно да и кстати вот эти машины сейчас их просто они зимой не работают зимой они не ездят олег эксплуатирует только в теплое время года это весна лето осень вот зимой машины стоят и машину сейчас только что выдернули вот буквально из сугроба и вот просто счастье случилось такое что мы вот эти машины две смогли просто взять поставить рядом и сопоставить ну что давайте запустим мотор ну от каменса сразу чувствуется такая вибрация и ощущение как будто мы в команде очень похоже хотя глушитель здесь совершенно другой но при этом ты понимаешь что это камень коробка передач как уже говорил здесь в данной машине стоит шестиступенчатая ну на нее очень хорошо передается зуд вибрации от двигателя ну потому что вы видели да когда кабину поднимали что здесь телескоп что здесь вот эта штанга телескопической если бы здесь стояли тросы было бы конечно лучше но прикол этот двигатель в том что ты чуть-чуть даешь газу и при этом зуд уже становится не таким назойливым но и понимаете да что эта машина в принципе среднетоннажники в первую очередь создана для того чтобы возить груз по месту там это развозка продукции например с распределительного центра по каким-то точкам по магазинчикам эта машина конечно же не заточена под дальнобой для дальнобоя если выбирать среднетоннажники они среднетоннажники все-таки часто бывает что используется на дальние расстояния то здесь на данный момент пока до сих пор самым крутым на мой взгляд по удобству для водителя является манты гл это самая удобная самая просторная самая большая кабина средне среднетоннажников далее идет mercedes оттега тоже весьма функциональная машинка функциональная кабина удобно для водителя ну а здесь как вы видите это ему это реально компромисс здесь в этом плане не очень удобно но чем покоряет дав дав покоряет тем что первое это действительно достаточно надежная машина удав очень много модификации очень много именно длинных машин это семь с половиной метров это более 8 метров длина там тента шторы либо вот в данном случае фургона это машины их больше по крайней мере мне попадалось именно с пневмоподвеской но у этих машин конечно же есть кстати по поводу пневмоподвески задней вот именно на этих машинах с колесиками на 17 половиной дюймов есть проблема что у них конструкция задней пневмы такая что вот эта траверса которая висит между стаканами подушки висит очень низко и когда ты там по неровной где-то дороге или там вплотную к бордюру подъезжаешь можно это все дело в этим делом уткнуться есть такой недостаток еще один недостаток это проблема запчастями точнее проблема запчасти ну как проблема то есть многие позиции приходится заказывать и действительно долго ждать в отличие от того же от эго где есть практически все в наличии сразу в тот же день можно купить если тебя что-то отвалилось то с дафом очень часто такой номер не прокадывает опять же потому что эти машины ну как-то не стали популярными в нашей стране и потому что у нас как бы представительство она как бы вроде как и есть у дафа где-то в москве да кстати я с тетинками с какими-то разговаривал но мы до сих пор ни на одном мероприятии не на одном ты вообще проводят они тест-драйвы какими-то дафа у нас на ней нет может быть вообще уже не существует предстота мне на почту приходит постоянное уведомление рады сообщить вам что что-то чего-то там мы фотографии какие-то выложили с одним и тем же текстом там раз в неделю стабильно приходит какое-то письмо я даже их не открывать то что они одинаково одинаковые предложения написано такой как спам рассылка вот и поэтому машины наверное в части какого-то продвижения со стороны на представительств я не вижу то есть свое время до дав xf выстрелил в кризис 8 9 года когда у них был самый сладкий ценник на машины в принципе дав и так из большой европейской семерки не самая дорогая машина но тогда они были самыми дешевыми когда тебе за самую низкую цену среди европейских производителей предлагалась огромная кабина широкая высокая и так далее вот ну а среди тонажники в принципе не особо продвигали на нашем рынке и они практически не встречаются а уж то что мы сегодня снимали две машины двух разных поколений это вообще из области фантастики такое совпадение так вот поэтому из-за того что этих машин очень мало на них запчасти очень редко имеются в наличии да какие-то расходники конечно же вы найдете очень быстро в течение пару дней они вам придут но какие-то редкие запчасти вам приходит придется заказать и долго ждать короче ладно друзья все спасибо всем большое за просмотр за просмотр вот этого обзора двух поколений среди тонажника дав до какой-то странный у нас получился формат что мы даже не покатались на этих машинах но я думаю мы это наверстаем тем более нам нужно снять обязательно уже третьего поколения элевку там уже панель чуть больше отличается сама машина выглядит по-другому и там надеюсь нам уже получится эту машину покатать и рассказать что она представляет из себя на ходу ну а на этом все как говорится дизлайк отписка а пока всем пока в Armed Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Встреча用 Встреча субтитров А.Кулакова Встреча субтитров А.Кулакова Встреча субтитров А.Кулакова